Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья. Все, кто только что ко мне присоединился, всем здравствуйте. Чтобы стать нашей интернет-семьей, достаточно просто подписаться, потому что я смотрю периодически список, кто к нам присоединился, кто нет. Нужно иметь чашечку чая или кофе, потому что я не спешу. Мне спешить некогда, я никогда не спешу, хотя очень много при этом работаю. Вы знаете, что случилось? И общаюсь я только в удовольствие, когда есть время. Случилось то, что меня просто завалили вопросами по поводу, ну, политическому, скажем, событию, которое произошло в одной из стране бывших Советского Союза. Вот скажем так. Знаете, я много раз говорила, что, дорогие мои, любимые мои, если вы меня любите, если вы меня уважаете, вы не будете провокационные вопросы задавать мне по поводу политики. По поводу политики я уже говорила, но сейчас так много вопросов мне задали. Много людей, именно я понимаю, что всё, что я, ну, вот часть из того, что я говорю, люди не слушают. Я говорю, что ни в коем случае, особенно во время, сейчас идёт пост. Великий пост, Великий пост, какая политика, какая, вы что, даже не пачкаетесь? А они все телевизор смотрят, они все, новости, они все, вы что, даже не дотрагивайтесь? Не во время поста, не после, вообще никогда, а тем более в Великий пост перед... Какие радости, какие политики, какие гадости, какие, да, о чём вы говорите? Вы знаете, у верующих людей, истинно верующих, ничего с политикой общего быть не должно. Вы определитесь. Вы знаете, что такое? Дефиниция. Это определение, истолкование, это понятие верующий. Что такое верующий? Вот моя дефиниция. Значит, у вас, вот кто мне написал по этому поводу, другая дефиниция. Вот, это однозначно, это однозначно. Но истинно верующих, политика, например, Советского Союза, вспомним 1978 год, да, когда стремились все построить коммунизм, то, в принципе, сейчас там ничего не изменилось. Вы знаете, что сейчас тоже возрождают опять этого демона и прочее. Не будем. Того демона, который уничтожал истинно верующих, живой церкви особенно. И вот вы знаете, что их уничтожали. Но верующего-то посадить нельзя. Вот, говорит, верующего сажают в тюрьму. Его не сажают в тюрьму. Верующие приходят в тюрьму. И несут Слово Божие. Не понаслышке знаю одного человека, который в 1978 году из-за вот такой вот политической системы попал в страшный лагерь. Очень далёкий, северный лагерь. И вы знаете, что произошло? Его посадили, где он в бараке был. Там люди были, скажем так, рецидивисты. Там были убийцы. Там были, ну, не совсем, скажем так, нормальное общество. Нормального общества в тюрьме практически не бывает. И когда он молился, когда он молился, то два отпетых, скажем так, мошенника, они просили помолиться за их семьи и за их детей, которых они не видели уже много-много лет. И он всегда за них молился. Вы знаете, что? Вот из этого барака несколько человек приняли Христа как своего Спасителя. И после тюрьмы они в семьях своих продолжили нормальный образ жизни вести, верующий. И они пришли в церковь. И в церкви они рассказали, как они обрели Христа в своём сердце. Через кого? И вот человек этот, понимаете, привёл из лагерей в церковь. Он спас этих людей. Вот такие вот вещи происходят. Поэтому верующие, даже если когда они там погибают, они попадают, они туда не, их не бросают, они приходят, приходят и приносят Слово Божие. Поэтому любая политическая система, любая вот это вот то, что происходит, а тем более вы же видите, что когда-то год-два назад или год назад я рассказывала про такое видео. Танюша. Танюша у меня в гостях была. И мы как раз обсуждали тот момент, когда показали депутатов. И один, там у них какое-то обсуждение шло. И один вообще под каким-то опьянением. И, скорее всего, похоже наркотическое. И два года прошло. Это здесь было. Два года прошло. Теперь я смотрю там. Рассказывают за ещё одну страну бывшего Советского Союза, самую крупную, что из Аргентины полтонны, полтонны, вы только задумаетесь, через посольство Министерства иностранных дел. Вот оно, ваше министерство. Поэтому я всегда говорю, моё министерство транспортировали в эту страну полтонны. Вот этой гадости. Зачем? Чтобы уничтожать ваших детей, распространять это всё и самим употреблять. Потом, конечно, кажется, что жизнь хороша, когда вокруг не совсем. Нет, ребята, пожалуйста, не мешайте меня с этой клиптократией, не мешайте меня с мафиозным государством, не мешайте меня с этими всеми системами, с этими всеми вашими партиями. Пожалуйста, меня не мешайте. Мне это чуждо, мне это противно, мне это неприятно. Для меня это всё мерзость. Вот и всё. Мерзость. И для любого истинно верующего, поверьте мне, это мерзость. Никто там даже близко не пачкается об этом. Не может быть верующий коммунист. Нет такого понятия даже, понимаете? Не может. Вот. Что ещё делают? Выталкивают верующих людей из страны. Бегут люди. Люди бегут ноги верующими. Я не говорю про нашу, у нас не касается этого, но это касается в других странах бывшего Советского Союза. Вы знаете, что такое верующие? Истинно верующих. Трогать не надо в живой церкви, потому что дышать на них надо, чтобы они создавали добрые, здоровые в стране вашей семьи. Эти семьи сто процентов не будут ни пить, ни курить. Никакой гадости вам нет. Это будут добрые семьи, готовые помочь ближнему своему, подарить любовь и поделиться всем, что у них есть с вами. Они вас не предадут никогда, в отличие от других неверующих. или номинальных верующих. Ну, в общем, это так. Что еще хочу сказать? Вытравив верующих, вы вытравитесь, с чем вы останетесь? С алкашами, наркоманами, кукушками, которые бросают детей, с переполненными детдомами, и ничего святого не будет. В стране должны оставаться истинно верующие, живые верующие. Я не говорю про номинальных, про мертвых, они кроме как в ад, вас никуда не приведут. Я говорю про живых верующих, у вас они должны быть, потому что в Библии написано, даже если один в городе будет, он вымолит за вас, потому что я не представляю, что может произойти в ближайшее будущее. теперь столько вопросов на политическую тему. вообще не надо трогать, вообще не надо трогать меня в этом плане. Я сейчас еще скажу вам почему. Вот что случилось незадолго до смерти Иисуса. К нему подошли ученики фарисеев, были такие, которые желали независимости от Рима. Вместе с иродианами, членами политической партии. Знаете, был такой царь по-библии, или библейский, ирод. И вот их называли иродианы, это члены политической партии, ну это если переводить, да, которая поддерживала Рим. И стремясь вынудить его занять ту или иную политическую позицию, как вы меня вынуждаете, благодаря вот этим многочисленным письмам, они спросили, должны ли иудеи платить налоги римским властям. То есть они вот его вынуждали на что-то. Вот это вот я прочувствовала, что меня эти люди вынуждают. Думаю, хорошо, я отвечу, хорошо, просите, получите, но только я буду отвечать посредством Библии. Вот мой руководитель и вот мое министерство. А это министерство гораздо сильнее, чем какое-либо. И уж совсем не такое, как ваше министерство иностранных дел, друзья мои. И так начали вот они его вынуждать, вот как меня письмами терроризировать просто. А вот вы как, если вы любите нас, то почему же вы тогда свою позицию вот не раз нам вот интересно, нам интересно. Нет у меня никакой позиции ни к одному из политиков. И быть не может вообще, просто быть не может. Как же вы не понимаете? И они спросили, да, должны ли платить налоги римским властям. В Евангелии от Марка там говорится, что произошло дальше. Если вы прочитаете Евангелие от Марка, это во второй части Библии, вот в этой части, где Новый Завет, в конце Новый Завет, второй части Библии. И знаете, что Иисус им сказал, когда они его испытывали? Зачем вы испытываете меня? Принесите мне посмотреть динарий. Они принесли ему динарий. Он посмотрел. Он спросил, а что это здесь изображено на динарии на этом? Что это такое? Что вы мне принесли? Чье это изображение надписи? Это вообще что такое? Они ответили, это изображение Кесаря. Тогда Иисус говорит, отдавайте Кесарева Кесарю, а Божье Богу. А Божье Богу. Божье Богу. Марка 12 главу стих с 13 по 17-й. Откройте, посмотрите. Вы знаете, история, я бы так вам сказала, он отказался, вот эта история говорит о том, что вот он отказался проявить себя политическим мессией и установил четкую границу между тем, что принадлежит Кесарю и что принадлежит Богу. проблемы, такие как нищета, несправедливость, продажность, клептократия, вот это мафиозное государство, вот это все они его не оставляли равнодушным. Понятное дело. Из Библии видно, что его просто глубоко волновало такое плачевное состояние окружающих людей. Это вы можете прочитать Марка, главу 6, стих 33-34. Однако Иисус, он не стал разворачивать борьбу против несправедливости, хотя некоторые пытались вовлечь его в спорные вопросы того времени. И приведенные выше примеры, они ярко показывают, что Иисус, он не желал иметь с политикой ничего общего. Ничего общего. Не то, чтобы создавать там какую-то свою партию или там общаться с ними, там ничего общего. Он не считал Кесаря помазанником Божьим, он не считал Ирода, помазанники Божьи другие были для него. А что можно сказать о христианах сегодня? Как они должны относиться к политике? Как? христиане, на то они христиане от слова Христос. Вот так относился Христос, вот так отношусь и я. Потому что мой приоритет, мой кумир Христос. Там говорят, не создай себе кумира. Нет кумира, кроме главного кумира Господа Бога нашего посредством Христа, которому я приду. Мой ходатай за меня пред Богом Христос. Да и сама не плашай, так должно быть. Поэтому, друзья мои, вот это мой вам ответ политический. У меня политическая программа одна. Вот она у меня четкая, понятная. И знаете, 10 заповедей плюс заповедь Христова, люби ближнего своего, как самого себя. Вот она программа, там тут все четко, все ясно и понятно. Главное не предавать, не предавать. И все будет хорошо. А если я вам начну рассказывать там за то, не, я же вижу, это все грязь. Страшная, страшная. И чем дальше эта грязь с вами, она больше вас будет. Ой, бегите, бегите подальше от политики. И чем дальше вы от них убежите, тем чище вы будете. Будьте благословенны, процветания вам, любви, счастья, здоровья и все, что вы сами себе желаете. Пусть будет в ваших семьях, пусть ваши детки исцелятся, пусть ваши мамочки исцелятся, пусть, знаете как, бывает такое, что мы хороним родителей. Я это прошла, что родители умирают раньше нас, но хочется, чтобы на день дольше, на неделю больше, на месяц больше. И вот пусть Господь Бог счастья пребывания вам с родителями продлит как можно дольше. А деткам вашим здоровье дарует, любовь, процветание и благословение. Ну и самое главное, чтобы планы Бога на вас совпадали с вашими планами, тогда все у вас получится. Пока-пока.